какие у меня как солдатики стоят прикольники я очень сильно заглубляю то есть на самом деле где-то вот такой да там до самого конца я его прям пихи вы делаю лунку и туда до самого вот листочка всегда так делаю чтобы не были они вот такими вот длинненькими вот здесь вот либо они уже выросли либо сами по себе были длинные поэтому кстати что это за сорт такой полосатый шоколад он тоже первый выскочил у меня как и верочка поэтому и торчит вот так вот перец вот этот красный такой уже хорошенький это желтый начал тоже сходить нормально все это вот те вот сорта которые у меня старые при старые я думаю что они не взойдут по срок годности стек давно тем не менее три семечка выросла и здесь штучек 6 этого достаточно вполне я потом когда не подрастут пересажу их у меня из помидора осталось рассадить вот только вот эти вот 10 штучек все с помидорами закончила с рассадкой сейчас еще покажу мне на том окне вот такие мне красивенькие большие стоят разные все это верочка у меня вот это вот наверно верочка такая большая уже здоровая скоро на будет пересаживать в шпарничок я надеюсь в начале апреля числа 10 я их пересажу первыми правда еще не покупала этот господи обогреватель инфракрасный за 1800 я присмотрела я его закажу вместе с датчиком не просто надо знать какой датчик заказать чтобы нужный это шпарник не домой так что вот так вот такие вот красивые они сидят это вот верочка тоже сидит и смотрите вот эти стаканчики они мне идеально поместились да они вот где-то вот тут вот стоят где-то их чуть приподняла чтобы они полностью у меня 10 штучек в ряд встали но что мне нравится они все разошлись я думаю мне они не такие высокие никуда не годные нет они у меня ушли нура я их вот так вот поставила вот в поддон раньше я сажала без стаканчиков я сажала вот так же вот точно так же высаживала но прям в землю его засыпала в поддон и сажала потом при посадке я естественно их разрывала это им не очень нравилось хотя они нормально приживались росли но мне кажется они все-таки тратили время на на такое укоренение что ли я решила посмотреть как будет если я буду отдельными их стаканчиками сажать корневую систему не портить я думаю что гораздо лучше дела пойдут вот эти стаканчики гораздо больше пока они не подсыпала земле но потом подсыплю и будет все замечательно сажали их в начале апреля числа 8 10 не сразу все потихонечку грядочку за грядочкой чтобы это было не сильно напряжно и ставлю мне такое для парников обогреватель на 200 ватт буквально чтобы вот немножечко теплее в парнике было он не даст вам красных помидор но не даст им замерзнуть помидором заморозки больше нуля замечательно стоят все все прекрасно плодоносить они у меня начинают в конце июня в начале июля массово урожая снимаем в июле потом уже остальное собираю в конце августа я сезон закрываю потому что выход на работу и все остальное то есть мне уже не до этого и да и хочется помидор летом есть помидор а не осенью поэтому вот такие вот дела не бойтесь сажайте в апреле если не в начале если у вас вообще нечем и не хотите с пленками там заморачиваться и вас боитесь заморозков и нечем вообще вообще нечем подогреть парник ну хотя бы тогда числа 15 апреля можете высаживать я думаю там заморозков уже не будет но если даже чуть-чуть тюкнет ничего с ними не будет страшно ну и скажем смотря конечно какой регион чушь тут говорит на севере я уж не знаю там там свои свои порядки в центральном регионе вот вполне они очень нормально относятся к температуре которая но ли больше первый год когда я высадила 8 апреля я закрывала их обещали заморозки я закрывала их пленкой дополнительно навешивала пленку прикрывала таким образом потом я купила уже себе вот этот обогреватель пленочный такой вешается рядышком с ними и обогревается ну а сейчас я говорю хочу инфракрасные повесить и вообще забыть про эту возможность замерзнуть и хочу получить результат хочу получить красные помидоры уже в июне к если уж не вначале то хотя бы по числам к пятнадцатому июня посмотрим посмотрим эксперимент смотрите какое мне денежное дерево большое атаки она коршок небольшой денежное дерево большое и второе тоже кстати это единственное что у меня растет я все время забываю поливать либо наоборот ну короче денежное дерево относится к поливу очень даже так забыл полить и хорошо потому что если вы переливать она гниет корни гниют у меня так было одно я огромные вот такого же размера потеряла и поставила его высоко когда-то там было жарко влажно корни все сгнили и выращивая уже вот из такого отростка который нос не вот опять вырастила уже два таких здорово больших обрезаю их запросто то есть берете обрезаете смотрите запросто обрезаете растут новые красивые то есть мне нравится что его формируешь как вот эти японские деревья на тут то же самое формируете как вам нравится и и она выдерживает большие отъезда то есть вы уехали не поливаете она это может пережить то есть на месяц можете уехать не поливать и она останется живо если конечно все хорошо сделать там убрать из солнца там с прямых лучей ну вот сделать запас воды переживет что она не любит если они в листочке эти обсыпаются это потеря денег вас ждет финансовые трудности да к сожалению надо ухаживать за ним иначе если такое произойдет это неразрывно связано с этим с деньгами на то она и денежная а еще говорят что его нельзя отдавать вы отдаете деньги его надо красть если вы кому-то пришли украсть можно вот отдать нет нельзя так что вот так